Варзона 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 Стовой Подствольную планку советую часто использовать практически на любом оружии, которое будет попадаться Но на штурмовках и пулеметах рукоять командос это отличная тема, потому что она практически полностью убирает горизонтальную отдачу Если вертикально хорошо контролировать руками, то горизонтальная отдача это рукоять командос По прицелу тут сложно что-то сказать, по большей части субъективщина, пока вот бегаю с прицелом разведчика Ну и патроны беру, все-таки пулемет, как-никак, заградительный огонь, все дела Откроются новые, буду использовать больше патронов Следующие два оружия, которые мне нравятся, это две АРки, это М13 и М4А1 Можно сказать, практически идентичные, я даже не знаю, на какое место поставить Потому что там и М-ка стреляет достаточно быстро, М13, там у них практически идентичная скорострельность Урон там плюс-минус, контроль отдачи, может быть, вот М13 чуть попроще Так что тут мне даже сложно сказать, что именно мне больше нравится Единственный бесспорный плюс М13, это в том, что она практически в свободном доступе валяется по всей карте То есть там любых модификаций есть По модулям тут тоже все простенько, потому что все-таки М-ки я тоже не докачал Я на самом деле бегаю сейчас с другим оружием Но все-таки пока что тут я использую ствол Циклон Поствольное рукояти Командос, тактический лазер, оптику ВЛК-3Х и боеприпасы на 50 патронов Хотя тут бывает, используя и патроны затмения, но тут так, ситуативно, зависит от настроения Далее на второе место я поставил одно из самых офигенских оружий в игре Любая средне-ближняя дистанция, это сразу МП-7 Если противника где-то далеко, просто подбегаете Вот реально, выкачал это оружие просто моментально, даже если честно не заметил как Из обвесов я использую монолитный глушитель Ствол-разведку Тактический лазер, потому что я больше люблю стрелять с прицела Если вы любите часто гасить от бедра, можете лазер 5 МВТ поставить Но я по большей части кота именно от мушки, поэтому тактический лазер это более полезная вещь для меня В качестве рукояти использую рукоять наемника, чтобы немножко еще увеличить точность при стрельбе от бедра Так как эта ПП-шка от прицела и так очень хорошо стреляет, рукоять командос ей нафиг не нужна А вот в принципе и рукоять наемника от бедра, ну понятно, разброса у вас все равно побольше Поэтому, чтобы этот самый разброс был поменьше, это вот отличное приобретение Ну и разумеется, магазин на 60 патронов Никаких ни прицелов, ни тыльных, ни задних рукояти я не использую Потому что, во-первых, прицел ей нафиг не нужен, так как вы все равно стреляете на средне-ближней дистанции А мушка у нее просто великолепная Если вы прям хотите еще точнее стрелять, ну можете, к примеру, попрезговать боеприпасами и взять себе приклад сталкер Но я посоветовал бы играть именно вот с таким билдом, потому что, ну реально, эта ПП-шка просто разваливает все живое на карте Действительно большие проблемы у вас могут возникнуть только с дальними дистанциями, потому что туда стрелять нет смысла И самая имбалансная вещь, которая только есть в этой игре, номер один, скажем так, в моих руках Ну, понимаю, что может быть это субъективное мнение, но все-таки это РПГ-7 Эта ебаная машина судного дня просто разрывает все на запчасти Я серьезно, я не знаю, будут ли ее нерфить или нет, но с ней играть одно удовольствие Если вы умеете стрелять с этого говна, как я, то отряд из трех человек, имеющих в своем арсенале РПГ, способен просто раздуплить практически все Единственный ее минус это только в том, что снаряд летит медленно, в остальном это РПГ просто божественно У нее превосходный урон, у нее огромный сплэш, всякий мусор наподобие стингеров, дживелинов и так далее, отдайте детям из ясельной группы Вот это оружие для настоящих мужиков Ну ладно, с этим разобрались, осталось теперь поговорить о перках и снаряжении Начнем давайте с перков, в первом у нас в основном используются два перка Либо бегом марш, если вы используете какой-нибудь очень там быстродинамичный билд Либо хладнокровный, хладнокровный это практически во всех остальных билдах, не связанных там с пэшками, с чем-нибудь таким динамичным действительно Если вы играете с пулеметами или с АРками, то практически всегда используют хладнокровного Очень редко кто-то использует именно бегом марш, потому что хладнокровный реально полезная вещь Очень часто люди катают с тепловизорами, особенно снайперов много с тепловизорами Практически всегда снайперы катают с тепловизорами И эта фигня очень сильно помогает, потому что если на ближнюю дистанцию можно как бы разглядеть цель То вот на дальнюю дистанцию снайпер практически ничего не увидит, если у вас будет хладнокровный По второму перку у нас тоже на выбор только два Если вы не используете РПГ, а РПГ у нас не является основным оружием, а это у нас дополнительное То используем призрака, это первое что нам нужно использовать, потому что мы не палимся на датчиках сердцебиения Мы не палимся на попалашках, то есть мы для всех невидимы Если вы РПГ не используете, то забудьте про всякие пистолеты во второй слот Используйте фору В третий же перк только прокачка, тут вообще вариантов никаких Только прокачка в любой слот, в какой бы ни сували, только, только, только прокачка Ну или все-таки на крайняк, потому что все-таки РПГ встречается часто Все-таки достаточно действительно мощное оружие Можете в первый слот еще использовать сапера На самом деле я практически никогда его не использовал Но я на самом деле и такого огромного количества РПГ тоже не встречал в игре По поводу боевого снаряжения, все просто Используем либо С4, либо СимТекс В принципе выбор тут небольшой Весь остальной муза практически не нужен Разнообразные клеймеры, контактные мины, это все для слабаков Вы их все равно не будете ставить, это не тот геймплей, который нам нужен Вот С4 или СимТекс, это наша тема По поводу тактического, тут можно было бы сказать, что как бы выбор немножко побольше Действительно полезных вещей Но все равно из полезного я здесь использую практически всегда только татчик сердцебиения Всегда практически помогает, потому что многие люди не используют все-таки призрака Используют фору И поэтому датчик сердцебиения это отличная тема Хотя бы один в тиме нужно иметь обязательно А вот остальные могут взять, к примеру, оглушающую гранату Это из всего остального единственное на что-то полезное Потому что оглушающая граната полностью дезориентирует противника То есть она не позволяет ему вообще практически повернуться Сенса у него становится настолько маленькая, что он как будто стоит и смотрит просто впрямо К тому же у него там увеличивается разброс То есть он даже если вы прямо у него перед носом будете стоять У него там шатается туда обратно в оружие И он попасть вас все равно не сможет Цветовые гранаты бесполезны, они слишком быстро проходят Дымовая граната просвечивается тепловизором Сканирующие гранаты нам нафиг не надо Потому что у нас есть датчик сердцебиения Газовые гранаты практически ничего не наносят Стимулятор вы не используете, если вам сняли броню вам пизда, можно сказать Отвлекающие гранаты тоже мусор, использовал их наверное пару раз Потому что только находил на карте Никакой пользы от них вообще практически нет Сам ни разу на них не попадался И ни разу не видел, что попадались на них противники Что ж, с оружием все Теперь давайте поговорим немножко о тактике для победы Что нужно делать для того, чтобы победить? Во-первых, первое, самое главное правило Перестройте свой мозг Это не ПБГ, не какие-то апексы и так далее Это игра динамичная Здесь отсидеться не получится никаким образом Эту игру не выигрывают сидушники Хотите сидеть, идите играть в танки Сидите в кустах там Warzone это игра, в которой есть БПЛА, тепловизоры, датчики сердцебиения У противников, короче, есть просто огромный ворох способов вас отыскать Выигрывает в этой игре только тот, кто бегает с шилом в жопе Выполняет контракты, убивает противников Вот, вот эти люди выигрывают И они действительно играют в эту игру И это утверждение я со своими сокоманниками Начал вполне подтверждать на своих последних стримах Раньше мы очень редко попадали в топы То есть там топ-10 для нас был это, ну, вообще нонсенс занять Сейчас же мы стабильно практически на каждом стриме занимаем по несколько топ-3, топ-2, топ-5 То есть мы очень часто залетаем наверх Дальше просто не хватает немножко тактики, немножко аима Но, по крайней мере, играть уже интересно, действительно приятно И это получается делать только тогда, когда агрессируете Опять же, ребят, тот, кто сидит, ни за что не победит в финале Потому что тот, кто отсидел весь бой, априори стрелять не умеет Ну, ребят, согласитесь Даже досидев до конца, досидите вы до топ-2 Вас все равно убьет тима, которая прибежит Она нахерачила больше 20 килов Они вас просто разберут на запчасти Потому что там играют такие прожженные самовары Они вам таких пиздюлей отвесят Во век не забудете Именно поэтому в этой игре отсидеться, ну, никак не получится Вас в любом случае найдут Практически всегда противники что-то сканируют Практически всегда отправляют дронов Используют датчики сердцебиения В общем, противники используют все, чтобы вас убить Которые действительно играют в эту игру, а не сидят Поэтому первое, что вы должны начать делать Это научиться двигаться по карте Выполнять контрактики Убивать при этом противников Зарабатывать бабло У кого есть бабло, тот выигрывает У кого есть бабло, у того есть БПЛА У кого есть бабло, у того есть комплекты У кого есть бабло, у того есть разнообразные удары с воздуха И прочая херня Ну и далее я хочу дать еще парочка советов По поводу того, что нужно закупать во время вот этой активной игры Высадились, поубивали противников Скинулись на комплект Купили Пошли убивать дальше Со своими пушками уже куда приятнее играть Говорится, в своем доме стены помогают Следующее, что вам нужно иметь после комплекта Это броню Броня у вас всегда должна быть с собой Всегда 5 слотов практически вы должны носить Чтобы вы переживали файты И могли, мало ли еще, пока вы будете бежать до магазина Столкнуться еще с какой-нибудь командой И пережить еще хотя бы один файт То бишь запомните С нулем брони не бегать Любые деньги тратьте в первую очередь на броню Либо ищите броню, либо тратьте деньги на броню Далее вам нужно иметь БПЛА 3 БПЛА на команду Всегда Каждый должен иметь в своем инвентаре БПЛАшку Знание о позициях противника Это половина успеха в битве Дальше все уже будет зависеть только от вашей реакции Умения стрелять и так далее и тому подобное Ну и последнее Если у вас уже действительно там очень много денег Уже можно покупать комплекты самореанимации И противогазы Но если вы будете бегать, выполнять миссии И убивать противников То поверьте мне, проблем с противогазами у вас не будет У вас их будет просто вагон Так что по закупке запоминайте очередность Комплект Броня БПЛА И дальше весь остальной мусор По поводу того, как двигаться в зону Вариантов два Либо у вас огромное количество захватов точек вокруг вас И вы захватываете точки И смотрите, где следующая зона И идете сразу туда Попутно вырезая всех на своем пути Чтобы вам никто не мешал Либо просто держитесь края зоны И уже потихоньку вместе с зоной Начинаете продвигаться вперед Но этот путь очень опасен, потому что Всегда там, уже в зоне Могут сидеть те, кто уже до этого знал Где закончится зона Ну и последний совет, который я хочу дать Это забудьте про транспорт Никаких машин Грузовиков Вертолетов Просто забудьте Я сказал в самом начале РПГ Ёбаная имба Поверьте мне После попадания РПГ Вы не выживете Выживает только одна техника Это грузовик И то, если у него полное ХП И то, это только на одно попадание Потому что со второго грузовик умирает Да, сейчас на самом деле Люди не так сильно используют РПГ Может быть просто кто-то не умеет с нее стрелять Но Если в команде есть РПГ Смерть всему живому А любой технике так-то подавно Поэтому, ребят, имейте это в виду Ну а на этом все Я надеюсь вам понравилось это видео И оно было для вас полезным Поэтому подписывайтесь на канал Ставьте лайк И не забывайте нажимать на колокольчик Чтобы не пропускать новые видео А также стримы И играйте, ребят Только в хорошие игры Всем удачи Всем пока